Почти 400 жителей Харивера получили медпомощь в рамках проекта «Красный чум». На протяжении 10 дней в посёлке работала большая выездная бригада врачей Центральной районной поликлиники. Они обследовали жителей посёлка и оленеводов-кочевников СПК Путель-Яча. Едва над посёлком Харивер появился вертолёт, как машина медицинской помощи помчалась на аэродромную площадку. В рамках проекта «Красный чум» в посёлок прилетела медицинская бригада из 18 человек для осмотра и лечения кочевого и местного населения на базе местной участковой больницы. С собой бригада привезла медицинское оборудование весом около полутора тонн. От меня и вообще от населения, конечно, мы предъявляем большую благодарность этой программе «Красный чум», потому что это уникальная возможность посетить всех врачей со своими проблемами и жалобами тем, кто не может выехать за пределы посёлка. Потому что посёлок очень отдалённый, и то, что врачи сюда приезжают, этому всё население очень радо. В первую очередь медосмотры были организованы для самых маленьких жителей посёлка. Свою работу врачи «Красного чума» начали с детского сада и школы. Кроме того, дети лениводов были обследованы более широко. У каждого ребёнка были взяты кровь на анализ, на гормоны, вихнические показатели крови были взяты анализы и направлены на УЗИ органов брюшной полости. И, соответственно, тоже были посмотрены всеми специалистами. Кроме этого, здесь вёлся приём неорганизованных детей. До позднего вечера в здании больницы медицинские специалисты вели приём населения, прерываясь только на обеденный перерыв и ужин. Благодаря проекту «Красный чум» жители Хариверы смогли проверить своё здоровье, что называется, без отрыва от собственного производства. Ведь для медобследования им не пришлось выезжать за пределы родного посёлка. УЗИ здесь прохожу только первый раз. Когда-то по срокам там не совпадает что-то. Приходится ездить на Венмар. А сейчас удачно совпало и сделали УЗИ. Очень востребовано у нас на данный момент это, наверное, стоматолог. Это у нас проблема больная. Да, у нас вода не очень качественная. Получается, что от этого зубы портятся сильно. К тем пациентам, которые не могут самостоятельно передвигаться, медики выезжали на дом. Собираются необходимые, нужные документы по списку, который отмечен. И оформляется либо инвалидность, либо какие-то льготы. Получение бесплатных памперсов, противопролежного матраса, ходунков, каталог. В общем, всё, что нужно. Что на данный момент государство предусматривает бесплатно, то, конечно, можно оформить здесь. Первоочередной задачей проекта «Красный чум» является профилактический осмотр и обследование населения, ведущего кочевой образ жизни. Профессия оленевода связана с работой вдали от населённых пунктов, сложных климатических и бытовых условиях, большой физической нагрузкой. Поэтому систематическое медицинское наблюдение этой категории населения для врачей проекта является приоритетной. Оленеводов в первую очередь и чумработниц, и детей мы направляли на ультразвуковое исследование органов брюшной полости, щитовидной железы, молочных желез женщинам старше 40 лет. Это в обязательном порядке. И по направлению специалистов местное население было организовано. По словам специалистов «Красного чума», к профзаболеваниям оленеводов можно отнести артрозы коленных, тазобедренных суставов, заболевания позвоночника. Да, молодое поколение пришло, но кто уже отработал много лет оленеводом или работающие в тундре, они, конечно, страдают данными. Молодёжь пока нет, а пожилые люди, они, конечно, приобрели эти заболевания. Молодых пока всё в порядке. Взрослое население кочевое, вот судя по тем, кто был, оно, можно сказать, стало моложе, в оленеводство стали вливаться свежие, будем говорить, силы. Вот. Молодое поколение, оно, видимо, всё-таки перенимает опыт отцов. Вот. А при осмотре молодёжи они практически здоровые все. Среди них, во всяком случае, в этот раз я не видел ни одного больного. В СПК Путилича подходила к концу горячая пора годового просчёта оленей и убойная кампания. Заканчивались и 10 дней напряжённой работы медицинского отряда «Красный чум». Свою работу он продолжит уже в следующем году.